Айтон ТВ Что он намеревался вступить в ряды Исламского государства И принять участие в войне На территории Сирии На стороне этого самого Исламского государства Совместная операция Израильской полиции И служба общей безопасности Шабак С подробностями Нас познакомит пресс-секретарь Израильской полиции Майор Михаил Зингерман Здравствуйте, Михаил Сегодня было открыто К публикации Службой безопасности Израиля Совместной с израильской полицией Был арестован Человек Уроженец Белоруссии Который Участен к организации Исламского государства Террористическая организация Этот человек В течение последнего года Пытался постоянно Связаться с руководителями Определенных подразделений Этой организации Пасмешно-террористической организации Входил в различные группы Которые существуют В социальных сетях И в частности Буквально в последнее время Он присоединился к группе Русскоязычных людей Которые поддерживают Исламское государство Поддерживают эту организацию ИГИЛ И он обратился с просьбой О том, что он хочет Присоединиться к этой организации Хочет находиться вместе С членами этой организации В Сирии и так далее К нему обратился Определенный человек О кличке Рахман Так он себя называл И предложил ему Приобрести билеты в Турцию Связаться с ним там И впоследствии он Все сделает И поможет ему Все сделать для того Чтобы перейти Турецко-сирийскую границу И там уже в Сирии Он сможет присоединиться К этой террористической организации Исламское государство И естественно В результате Средственных оперативных действий Которые производила совместно Полиция со службой безопасности Он был арестован Этот человек Подозреваемый И сейчас Вот действительно На Северопе Было открыто Публикацией То, что он Будет В ближайшее время Будет Представлен Представлен Перед судом По обвинению В Принадлежности Турористической организации По обвинению В том, что он Пытался связаться С террористами Через иностранных агентов И пытался Естественно Помешать В определенный момент Введением следствия Нужно сказать о том Что это человек Который Опять же Как я уже сказал Это уваженность Беларуси Он Репатриировался В Израиле В 96-м году В определенный момент Да, еще нужно сказать о том Что он Служил в израильской армии В определенный момент Он познакомился С девушкой Мусульманкой Которая Проживал на тот момент В мусульманской деревне Он принял решение Жениться на ней Естественно Главным условием Было Отменять ислам В 2000-м году Этот На тот момент Молодой человек Принял решение Отменять ислам И после этого Он стал Действительно Таким Мусульманином Который Придерживался Очень Серьезно Очень Петантно Идентично Все Традиции Которые Связаны С исламом И Главное Его Была Последняя Время Задача Это Сибирь С Исламскому Государству Которой Террористической Организации Еще раз Повторю Он Купил Билет В Турцию Должен был Вылететь В Турцию Для того Чтобы Встретиться С Человеком По Птичке Рахман Который Должен был Встретить И Должен был Там Припроводить И Помочь Пересечь Турекско-сирийскую Границу И Перед тем Как он Вылетел В Турцию Был арестован В начале Февраля Был арестован С 7 февраля Точнее Говоря И Я Скажу Что Наследствие Он Признался В том Что Да Он Купил Билет В Турцию Для того Чтобы Вылететь В Турцию Но Сказал Наследствие То Что Он Хотел Исполнить Всю Каждую Мечту Любого Мусульманина И Присоединиться На определенное Время К Этой Организации И К Этой Террористической Организации Да Михаил Это действительно Из ряда Вон Выходящий Случай Пожалуй Первый За всю Историю Страны Когда Русскоязычный Гражданин Страны Израильтянин Приняв Ислам Вознамерился Сражаться В рядах Террористов В рядах Исламского Государства Спасибо Вам За этот Рассказ Дорогие друзья Я напоминаю Что мы беседовали С пресс-секретарем Израильской полиции Майором Михаилом Зингерманом Программа Тема дня На телеканале ИТОН ТВ И я ее ведущий Александр Гурарье Всего доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин